Всем привет! В этом выпуске сделаем обзорчик такого электроинструмента как Реноватор. Полезный он или бесполезный? Узнаем более подробно дальше. У меня есть вот такой Реноватор. Первая, вторая скорость. Потом Вернее, включение-выключение. Скоростей 6 от минималки до 6. Уровень заряда батареи показывается. 12-ти вольтовый. 1300 мАч. Посмотрим, как он будет в действии. Что от него будет полезно, бесполезно. А то в рекламах вещь хорошая. Посмотрим по результатам. Начнем с пилочки. Проверим, как она пиляет дерево. Посмотрим, на что она способна. Как справляется с деревом. Дерево пиляет, но с пилкой было бы намного быстрее. То есть, для труднодоступных мест вещь подходит. То есть, там, где пилкой не доберешься, реноватором можно справиться. Что можно еще попробовать выпилить? для мелких задач, для мелких задач, место ему жить есть. Правда, не всегда можно поступиться к каким-то определенным деталям внутри. То есть, сложно. То есть, реноватором пусть будет нелегко, но, по крайней мере, эту задачу можно решить. Так, работа с пластиком. Главное, чтобы пластик был закреплен, чтобы не было вибраций, чтобы он не гулял. Потому что, тогда пилять оно не будет. Так что, давайте проведем эксперимент, как оно пиляет пластик. Субтитры сделал DimaTorzok пластик, в принципе, пиляет легко, но только из-за того, что он вибрирует, получается, реноватор не может его нормально хватать. Пластик ходит вместе с ним. Из-за этого пиляется дольше. Если какой-то лист пластика будет закреплен, оно будет пилять его легко. Следующее. Гипсокартон. Всем любимый гипсокартон в строительстве. Проверим, как работает с ним. Видим, режет как масло. То есть, для гипсокартона эта вещь хорошая. Скажем, у нас стена, нам надо вырезать вытяжку или подрезетник. Посмотрим, как это будет работать. Очень удобно, легко, быстро, просто. Для гипсокартона вещь вообще отличная. проверим. Изобретатели этой ерунды говорили, что оно срезает гвозди. Железо, трубки режет. Посмотрим, на гвозде забили. Так же самое его закрепим, чтобы меньше было вибраций. Да и не пришлось руками держать. и посмотрим, как оно будет с этим справляться. в общем, с горем пополам мы справились. по крайней мере, железо пиляет. Как бы то ни было. То есть, получается, для всех мелких таких работ пойдет. Посмотрим дальше, что у нас есть дальше. Идем дальше. Наждачка. В принципе, вроде как, вещь хорошая. Чуть ли не та же орбиталка, вернее, не орбиталка, чуть ли не та же, как вибро. Наши любимые, обычные вибро. Эти, только уже с доступом к углам. А это бывает очень необходимо. Ну вот. Мы можем достать в нужный нам угол. как справляется вообще с шлифовкой. Вот видно, поверхность шероховатая. справляется хорошо. Поверхность ровная. Попробуем. Вот морилка. Не знаю, насколько она впиталась в дерево. Будет сниматься слой или не будет. В принципе, справляется хорошо. Снимает слой, ровняет. Это тем более хороший плюс, если делать какую-то деталь и надо добраться в середину. Даже какая-то шкатулочка, если хоть в угол, хоть она вот так вот будет стоять. Особо мало таким инструментом доберешься. Этим, пожалуйста, уже хороший плюс. Можно добраться в труднодоступные места. То есть, в шлифовке пока плюсы. Минусов особо нет. Идем дальше. Алмазная насадка. Вроде заявлено больше, что она должна как очищать швы между плиткой. Давайте поэкспериментируем, попробуем работать с самой плиткой. Будет оно хоть немного долбать или не будет. Сейчас увидим. Как видим, для плитки это непосильное. С обратной стороны может в принципе. Ладно. Поверим производителю. Алмазная остается только для зачистки швов. Все остальное откидаем. Проведем итог этой маленькой чудо-машинки. Для работ дерева. Тока с мелкими какими-то работами подходят нормально работать. Что-нибудь серьезное ты с ним не сделаешь. Какое-то большое отверстие это больше мучений. Уже рука начинает труситься, а дерево не двигается. То есть для мелких сверху что-то снять, уголок подровнять, что-то снять можно. Чуть-чуть улыбиться это пойдет. Для работ с пластиком в принципе для пластика пойдет. Если пластик закрепить, чтобы он не вибрировал, пиляет нормально. Можно выпиливать. Само собой главное не толстый пластик. Тонкий типа как трубы, какой-то там такой же пластик, вагон, это все можно делать, пилять. Так, что у нас было? Гвоздь. Гвоздь спиляли. Если он вам где-то мешает, гвоздь или саморез какой-то, ну что-нибудь в этом роде, и туда пилкой добраться тяжело, или какую-то костенную трубку железную или медную пилять, да, в принципе эта вещь подойдет, будет удобно, потому что можно добраться до трудных мест. Для гипсокартона вещь незаменимая. Не всегда можно выпилять нормально ножом. Какой-то сложный рисунок или наточный размер, вещь очень удобная, пиляется легко элементарнейше. То есть вещь для гипсокартона отличная. Ну, для швов с плиткой мы не проверяли, потому что вроде швы пока еще все новые, не будем проверять их менять. То есть это поверим нашим производителям этих всех реноваторов, как они говорят, что вещь вроде подходящая подходит. Шлифовка. Шлифовка в принципе тоже положительный отзыв. Труднодоступные места мало ли каким инструментом доверешься. Ручками тоже совсем не очень удобно шлифовать. Эта вещь шлифует и справляется с своей работой нормально. То есть в принципе для шлифовки вещь отличная. Ну, что могу сказать? Вещь, наверное, больше плюсов чем минусов. Потому оставляем. Удачуя. Удачуя. Продолжение следует...